Рассказ о выходе из Египта Я могу только приготовить себя, но когда, то есть это правильная подготовка, я не знаю. Это может быть вот в данный момент, вот сейчас. Это первое. Второе. Чудом называется то, что я задействую тот механизм, который выше природы. И он на самом деле выше природы. Если перейти от нынешней природы с этого ступени на духовную ступень, это называется рождением, это выше природы. Что это значит? То есть я начинаю получать от своего желания, когда я ради получения, вдруг я начинаю задействовать свет, который воздействует на меня и дает мне свойство отдачи. Нет в этом причины и следствия. Нет в этом прямой связи со следующим состоянием. Но только пойми, я сейчас нахожусь на уровне животного. И вдруг я получаю уровень человека. Входит в меня свет руах, который вообще не имеет ко мне отношения. Как это такое вообще может быть? То же самое. Есть что-то, но вот когда вот неживое становится растительным, растительное животным. То есть есть какое-то божественное дополнение свыше, которое приходит и входит в материал, вопреки тому, что, несмотря на то, что на самом деле в материале нет никакой подготовки. Сколько бы я ни крутился со своим желанием получать, сколько бы ни крутился, я не приду к тому, чтобы захотеть желание отдачи. Я могу свое ловишма сделать, в котором я нахожусь, большим, таким, что... И все равно это всегда будет в чем-то для себя. То есть когда я прихожу, прихожу, скажем, к 999 долларов, да, когда мне товарищ должен, и уже все, уже дал. Вместо одного доллара я вижу уже тысячу. Я смотрю и вижу тысячу. И все равно это один доллар, он все равно остается, он связывает меня с моим желанием получать. И эту связь я не могу отсечь. И вдруг сверху приходит свет, и мне отсекает эту связь, и дает мне свою природу. Это называется высшая природа, это называется чудом. Свет, который действует при выходе из Египта, ну, мы в Песах будем это, может быть, учить. Это свет рождения, это гар хохмы, который светит. Поэтому с одной стороны большая тьма, а это действие свыше.